Привет, просветители. Ну, по крайней мере, вы не можете сказать, что я вас не предупреждал. Еще в прошлом году я говорил, что семьеведенье вот-вот постучится в школьные двери. И, похоже, произойдет это уже буквально в этом сентябре. Во всяком случае, так утверждают политики. Еще один урок. Безудержное веселье. Похлопаем. И вот, на дворе июль. Да, знаю, сам в шоке. Кстати, этот ролик выходит 8 июля. Как раз день семьи. Забавно. Самое время поговорить о семьеведении. А еще именно сегодня мне исполняется 38 лет. Можете поздравить в комментариях. Или на бусте подписаться. Будет подарок. Так вот, за окном уже июль. Кто будет вести новый предмет? Когда начнут готовить преподавателей? Ну, их же будут готовить? Может быть, конечно, уже подготовили? Или наши учителя просто всегда готовы? Ну, как пионеры. Хотя, если вспомнить средний возраст российских преподавателей, то большинство из них действительно пионерами были. Что конкретно на этих уроках будут изучать? Семьеведение. Очевидно же. Похоже, ответы на все эти вопросы, обычные смертные, услышать пока еще не достойны. Возможно, это и к лучшему. Мы с вами, безусловно, познакомимся с программой нового предмета, как только она станет доступной. Сегодня же я предлагаю вам подготовить себя к этому знаменательному событию и окунуться в теплые воды нравственных основ семейной жизни. Что это такое, спросите вы? А это экспериментальный курс, который и должен был стать тем самым семьеведением, о котором так часто грезят некоторые депутаты. Еще буквально несколько лет назад в некоторых регионах нашей страны в старших классах учили, что такое хорошо, а что такое плохо в семейной жизни, вот по этим учебникам. А в 2015 году представители РПЦ обращались в мир обронауки с просьбой сделать этот предмет обязательным. Немного поторопились. Тогда еще в программу не запихивали все, что душе угодно. Обязательным предмет не стал, слава богу. Вы еще сегодня вспомните эти слова, уверяю вас. Но в веселом эксперименте участвовало 60 регионов и тысячи детей. Для некоторых проблемы с нравственными основами семейной жизни начались прямо с авторов курса. Окей, в 2024 году эта фраза звучит странно, потому что сейчас даже страшно подумать, кто у нас может учебники писать. Я ни на кого не намекаю. Но еще несколько лет назад казалось, что учебник о семейном счастье, о взаимоотношении между полами, о семейном праве должны писать специалисты. Разработчики курса – священник Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина. Я отлично помню, как у некоторых моих коллег подобный коллектив авторов вызвал ряд вопросов. Но представители РПЦ ответили взволнованным товарищем, что беспокоиться не о чем. Моисеев – доктор биологических наук, Крыгина – педагогических. Поэтому никакого страшного влияния религии на образование в светском государстве здесь нет. Можете выдохнуть, но не до конца. Воздух вам еще сегодня пригодится. Просто рассказ о семье. Научной практически. Но вот у некоторых школ взгляд был, да и есть, данный учебник все еще используют в ряде регионов, несколько иной. Заходим на официальный сайт Костромской школы, открываем программу курса, переходим к ожидаемым результатам. Это, кстати, обязательный пункт любой программы. Зачем дети все это учить должны? И с удивлением обнаруживаем. По окончании курса ученики должны твердо стоять в православной вере и знать историю святых семейств. Ну, что я могу сказать? А если ученик не твердо стоит в православной вере, то что? Все? Двойка? Зашатался ирод! А можно религиозное воспитание как-нибудь за территорией школы оставить? С другой стороны, а можно ли говорить о полноценном образовательном процессе, если старшеклассник не может ответить на вопрос? Кто такие скоморохи? Зачем нужно родительское благословение? Напомню, я работал в воскресной школе. И для воскресной школы это нормальный вопрос. Но помещать это в программу светского учебного заведения? У вас там все в порядке? В Костроме? Очевидно, нет. Потому что, когда СМИ обратили внимание на это чудо на сайте школы, ну, все, как и я, пытаются информацию найти и понять, а что, в принципе, могут включить в новое семьеведение. И, естественно, смотрят на похожие программы. Так вот, после того, как журналисты проявили интерес, данный шедевр неожиданно испарился. Ах, так и не узнаем ответ на вопрос, к чему приводит власть женщины в семье? И да, это тоже вопрос из программы. Но, спешу вас успокоить, ответ на этот вопрос есть в самом учебнике. Живем! Открываем рабочую программу одной из школ Питера и находим потрясающий пункт. Цифровые образовательные ресурсы. А вы боялись, что вас по домострое учить будут? А-а-а, авторы учебника священника-монахиня. Успокойтесь! Цифровые образовательные ресурсы. Интернет! И что же мы находим? Православие.ру Христианство.ру Воскрес.ру Патриархия.ру Но, опять же, это рабочие программы конкретных школ. Нельзя делать вывод о целом предмете по отдельным учебным заведениям. В самой-то оригинальной программе все не так. Глава 5. Религиозная основа семьи. Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни. Доверие Богу и человеку. Образ жизни в контексте веры. Семья в религиозной традиции. Святые семейства. Святые покровители семьи. И этот предмет хотели сделать обязательным. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? А можно поинтересоваться, почему ребенка отправляют в светскую школу, а он на уроках получает вот это? У нас некоторые религиозные деятели так волнуются, когда посторонние люди вмешиваются в дела семьи. Не допустим этого. Ювенальная юстиция не пройдет. А когда религия приходит в семью атеистов. И да, у нас, кстати, не только христианство в стране есть. А может быть, все же, с практической точки зрения, несколько полезней было бы рассказать о заболеваниях, передающихся половым путем? Не. Не нравится религиозная составляющая? Вот вам наборчик гендерных стереотипов. Любящая супруга не должна скупиться на похвалы для мужа. А муж для супруги? Не? Муж, даже если знает, что жена тысячу раз права, все равно будет стоять на своем. Мудрые женщины понимают, что нужно уступать. А предположить, что некоторые мужчины все же способны признать свою неправоту, авторы учебника вот в принципе не могут. Большую ошибку допускают те родители, которые средотачивают свои усилия воспитания мальчика на душевных аспектах, интеллектуальном, музыкальном развитии. Излишняя душевность рождает мечтательность, ранимость и способствует формированию женственности в характере сына. Никакого интеллектуального развития для мальчиков. Додуматься заявить это в школе? Ну это прям достижение. Но может быть авторы сумеют удержать школьников от разводов? Возникают новые трудности. Потери в доходах, невозможность встречаться с общими друзьями, проблемы взаимоотношений с детьми. Да не, какой развод? Машка получает хорошо, да и друзей терять не хочется. Буду терпеть. Кстати, главные причины развода. Измены, аборт и контрацепция. А можно этот учебник в каждую школу? Современная реклама и СМИ играют роль разрушительных сил, пропагандируя разврат и свободу чувственных влечений. Тем самым они изначально тренируют человека изменять супругу. Делают нормальными свободные отношения. Сначала в мыслях и чувствах, а потом на деле. Все это приводит к супружеским изменам и краху семьи. Особенно нетерпимо в отношении измен мужчины. А контрацепции делают любовь бесплодной и мнимой. Правда прекрасно? Зачем бороться с эпидемией за ППП? Вы же не хотите, чтобы ваша любовь была бесплодной и мнимой? Вот если ты меня на самом деле любишь, то никакого презерватива. Будет еще женщина решать, как нам сексом заниматься. Ты что, не читала главу о том, к чему приводит власть женщины в семье? В большинстве случаев современная женщина, вышедшая замуж, продолжает работать. Она, как и мужчина, настроена на карьерный рост. Но быть успешной одновременно в двух ипостасях, главой семьи и профессиональной деятельности почти невозможно. Это приводит к хроническим психоэмоциональным и физическим перегрузкам. Потрясающее объяснение. Просто вот не придерешься. Женщина не может быть главной, потому что быть успешным лидером и в семье, и в профессии практически невозможно. Надо выбрать что-то одно. Одно. Окей. Ну а тогда по такой логике с мужчинами-то что? Ну, в традиционном понимании. Все мужчины с работы не справляются? Или главой семьи быть не могут? Ну, раз это практически невозможно и в профессии быть впереди всех, и лидером семьи. И итог для женщины. Женщина, взявшая в семье власть в свои руки, неизбежно утрачивает свою женственность, а вместе с тем и женскую привлекательность в глазах мужа. Да, именно так. Неизбежно. А ситуации, когда мужчинам нравятся активные женщины, это просто выдумка. Неизбежно. Женщине нужно помнить, что есть такие вещи, которые она вообще никогда не должна себе позволять. Ни при каких обстоятельствах. Нельзя оскорблять, унижать мужа, смеяться над ним, выставлять на показ и обсуждать с другими свои семейные отношения. Потому что раны, которые при этом наносятся, не затянутся уже никогда. А, кстати, мудрую цитату приводят авторы учебника. Только вот сразу же вопрос возникает. А мужу? Оскорблять и унижать жену? Ну и далее по списку. Можно? Если написать, что оба партнера должны друг друга уважать, то что произойдет? У одного член отвалится, а у другой борода вырастет? Апофеозом же веселье? Давайте выберем это слово. Выступает предложение прочитать в разделе «Христоматия» статью «Наука девственности». Автор, естественно, священник. Кто же еще? Мы, кстати, этот кусок текста с вами как-то уже разбирали. Не все знают, как влияет на здоровье потомства девственная чистота. Наши предки знали об этом. Они умели подметить, что от гуляющей девушки не бывает хорошего потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. В наше время связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетике, открывшей в прошлом веке явление телегонии. Ну, качество потомства. Буренки, быки. Открытие телегонии в 19 веке сразу же было спрятано от людей. Для засекречивания была найдена и даже внесена в энциклопедию удобная фраза. Якобы явление телегонии не подтвердилось. Но, как говорится, нет ничего тайного, что не сделать бы явным. Особенно, когда начали проводиться на территории Советского Союза международные фестивали, стали нередкими факты, когда наши русские девушки стали рожать от белых генетически здоровых своих мужей, детей не в мать, не в отца, а в черного и дебильного молодца. Внимание, это учебник. Учебник! Алло, гараж, каким боком телегония? В школу-то пробралась? У меня возникает пара вопросов к докторскому званию одного из авторов учебника, раз уж он предлагает о телегонии почитать. Телегонии! На фоне этого звучит уже просто как шутка надежда авторов, что в конце обучения ученики смогут понимать, что означает служение женщины в семье, приводить примеры из истории, когда женщина играла значительную роль в жизни выдающегося человека. Вопрос на миллион. А сама женщина выдающимся человеком быть не может? Еще раз напомню, некоторые школы нашей страны все еще в этом эксперименте участвуют. И вот это выдают детям. Зачатие это не процесс соединения мужского и женского начала, зарождения новой жизни. Это великое таинство в момент зачатия маленькой клеточки даруется живая и бессмертная душа. Школа в светском государстве. Аминь. Ну что, подведем итоги. Новое семьеведение придет на смену этому куску текста. Это плюс. Сам факт, что по подобному учебнику учились, это не минус. Это катастрофа. Есть ли у нас гарантии, что в новом учебном пособии не будет всего этого добра? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересны и все новости образования появляются сначала. Именно там. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Бусти или Патреон. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И кроме того, доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и гигантская, отдельная благодарность отправляется министру просвещения моей странички Бусти. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.